Авария произошла на въезде Фокина со стороны Большого Камня около 7 часов вечера 18 ноября. Нетрезвый водитель автомашины Тойота Корона в буквальном смысле слова пошел на таран с двумя фурами. В итоге два многотонника получили серьезные механические повреждения, а легковушка и вовсе осталась не на ходу. Примечательно, что в этом ДТП никто не пострадал, даже виновник аварии не получил ни единой царапины. Водитель Короны жив, но еще пребывает в состоянии шока. Как произошло это ДТП, он, естественно, не помнит. Нетрезвый автомобилист еле стоял на ногах и рассказывал небылице о том, что же все-таки случилось. А вы, да, за рулем легковушки были? Да, я был. Вы вообще нормально себя чувствуете? Знаете, плохо себя чувствую. Ну, я могу сказать, что вы, наверное, в рубашке родились. Нет, я, может быть, я много раз родился в рубашке. Вы знаете, что? Я вообще не понимаю, что такое было. Я сел за руль, совсем трезвым. Меня остановили на том мосту, вот, на том мосту. Остановили. Закрыли нос и поставили бутылку водки в рот. И дальше, вот. А кто вас остановил? Просто протянуло кто-то руку. Ну, я как человек, я не хотел бы остановиться. И что, они вас вытащили из машины и залили водку? Не вытаскали, а просто закрыли нос, влили и все. Водитель Хина, имея 40-летний стаж вождения за плечами, рассказал, что неуправляемая «Тойота Корона» выехала на полосу встречного движения. Мужчина не ожидал такого маневра от легковушки. И чтобы уйти от лобового столкновения, резко вывернул руль вправо. Однако взбешенная «Корона» все-таки зацепила многотонник по касательной. От удара легковушку развернула и отбросила уже на другую фуру – френч-лайнер, который ехал позади Хина. В результате столкновения с фурами у легковушки вырвало переднее левое колесо вместе со стойкой и полностью деформировалась передняя часть. Фуры также получили механические повреждения. Хина лишился левой фары и получил трещину на лобовом стекле. А у второй фуры вырван порог. Мелкие детали от автомобиля были разбросаны по всей проезжей части, что говорило о серьезности произошедшего. Однако, несмотря на все серьезные повреждения автомобилей, все участники аварии отделались легким испугом. А про виновника ДТП вообще можно сказать, что он родился в рубашке. И теперь ближайшие полтора года мужчина будет ходить пешком. Более того, ему, скорее всего, придется еще и выплатить приличный штраф в размере 30 тысяч рублей.